уроками мне писали, и мы начинаем опять, начинаем опять изучать Тору вместе, значит, все, изучаем Тору вместе, глава в экран, значит, сейчас я вам расскажу несколько важных вещей, которые для меня были в этой главе самые важные, и мы, значит, их обсудим потом, обсудим, ну, видите, когда долго не было уроков, то многие уже и забыли, плюс еще сейчас по времени, сейчас же по времени в Израиле уже 10, перевели часы, а я так понимаю, что в Украине, в другом мире, в Европе, наверное, еще 9, плюс опять я по времени не угадал, с этими временными переводами прямо удивительно, удивительно, как время в разных странах по-разному, было интересно, мы летели летели через Цюрих, и, ну, в общем, было очень-очень такой по времени тяжелый перелет. Хорошо, дорогие друзья, ну вот, все сейчас подтянулись, подсобрались, и поговорим ВАИКРА. Значит, вы обратили, наверное, внимание, что недельная глава называется точно как наша платформа ВАИКРА, как наша организация ВАИКРА, также называется недельная глава и третья книга Торры. И что, вы, наверное, подумали, что мы были в начале? Нет. В начале была, естественно, Тора, и была третья книга Тора, называемая ИВОЗВАЛ, ИВОЗВАЛ, ВАИКРА, ИВОЗВАЛ, прямо давайте эту фразу вам прочту, как она в Торе написана, ВАИКРА АШЕМ ЭЛЬМОШЕ, вот так вот. ИВОЗВАЛ Бог, вот смотрите, сейчас я прямо вам прочту. Если у вас есть оригинал Торы на Иврите, может быть, даже вы видели на свитке, вот если вы посмотрите на любом свитке Торы, то слово ВАИКРА ЭЛЬМОШЕ, ИВОЗВАЛ КМОШЕ, ВАИДАБЕ РАШЕМ ЭЛЬМОДАВ, ИВОЗВАЛ Бог КНЕМУ, МОЛЬМОЭТ ЛЕМОР, из шатра Откровения ГОВОРЯ. Слово ВАИКРА ИВОЗВАЛ, там МАЛЕНЬКО АЛЕФ. Значит, давайте разберемся, что это ВАИКРА, и почему МАЛЕНЬКО АЛЕФ, почему, это точно код, в Торе нет, вообще в Иврите нет больших прописных, больших, там, маленьких, все буквы одной величины. Но в свитке Торы почему-то встречаются буквы, измененные по написанию. Например, начинается Тора, первая глава, начинается с буквы БЭТ, большая буква БЭТ, БЭРИШИТ, и БЭТ такая большая. Там зашифровано очень много смысла в этой большой букве БЭТ. Вторая книга ШМОТ начинается нормально, имена. А третья книга начинается с словом ВАИКРА, и в конце АЛЕФ МАЛЕНЬКО. Я слышал такую шутку, объяснение, что на БЭТ больше чернил потратили, так на АЛЕФ и сэкономили. Но это, конечно, это не то объяснение, которое нам подходит. А, значит, какое объяснение? Почему ВАИКРА ЭЛЬМОШЕ? Потому что к МАШЕ РАБЕЙНУ, к пророку, Бог взывал. ВАИКРА – это как переводится слово «И ВАЗВАЛ». Позвал, ВАЗВАЛ. ВАИКРА – вот прямо тут на русский перевод. И он позвал МАШЕ. Теперь, а что такое, если бы было написано ВАИКР? ВАИКР. А ВАИКР без АЛЕФа совсем. Было бы и случилось. Есть такое слово МИКРА – случай. Значит, отсюда говорит Раби Нахман. Вчера был его день рождения. Раби Нахман из Бреслова. Он родился первого Несана. И Раби Нахман говорил такую интересную вещь. Он говорил, что Всевышний взывал через Тору, он взывал к пророкам. К пророкам он взывал, и пророки слышали этот голос Всевышнего внутри. Они были подключены к духовному миру. У них не было сомнения, что это Бог с ними разговаривает. Это были пророки. Потом пророки через Тору передавали этот голос Всевышнего. Передавали, значит, Маше Рабейну передал еврейскому народу, передавал 40 лет пустыни, передавал, передавал, как передачик был. И записал письменную Тору. Теперь письменную Тору изучают мудрецы. То есть через Тору он взывает к мудрым людям, которые могут прочитать ВАИКРА, и, значит, и возвал, и видят они маленькую Алиф, начинают изучать комментарии, начинают, это называется мудрецы. То есть вначале Бог говорил через пророков, потом записали Тору, и через Тору Бог говорит с мудрецами. А как же все остальные люди, которые и не пророки, и не мудрецы, и Тору не учат? А что, Бог с ними не разговаривает? Говорит Рабин Ахман, разговаривает. Потому что эта маленькая Алиф, ее издалека не видно. Вот я вот прямо отсюда вам покажу. Вы не увидите. Вот видите, вот текст, например, да? Вот текст. Видно текст? Видите, малепусенька она такая, маленькая, ВАИКРА. Вот она маленькая-маленькая. Значит, с остальными людьми Бог разговаривает через МИКРЭ, ВАИКРЭ. И случилось. Идет человек, кирпич упал перед ним. Он смотрит, думает, да, кирпич упал. Что-то не то. Может, не надо туда идти. Дальше идет. Дальше красный свет на светофор. Опять красный свет. Он думает, ну что такое? Как-то вот чувствую, не идет. Не идет. А это ему Всевышний. Он ему знак посылал. И знак посылал. И еще знак посылал. Есть известная история, книга Йоны, пророка Йоны. Пророк Йона, он был пророк. Ему Бог говорит, иди, скажи жителям города Нинвы, предупреди их, что еще через 40 дней я разрушу город Нинвы за их грехи. Пророк Йона, вы знаете, наверное, эта книга, которого Йону потом проглотила рыба, большая тип. Пророк Йона услышал голос Бога и решил убежать. Он не хотел идти в Нинвы. Он побежал, сел в корабль и говорит, хочу плыть в Торшиш. Это Торшиш, это где остров Крит, Кипр, вот туда. Думает, пророчество есть в Израиле, значит, Всевышний меня там не догонит. Но начинается буря, буря начинается прямо корабль качать. И моряки, они начинают, они были не мудрецы Торы, не пророки, но они понимали, что Бог управляет миром. И они говорят, надо, чтобы все начали молиться, они были этого поклонники, своим богам. Начали они все молиться своим богам, не помогает. Они начали тогда искать, из-за кого это все. И Йона, нашли Йону. Он им говорит, вытяньте меня за борт, и буря остановится, потому что это все из-за меня. И они вытянули его за борт, буря остановилась, они потом спаслись. В общем, такая была история. Что мы отсюда видим, что потом Йона пришел в Нинвы, сказал им, что Бог хочет наказать Нинвы и уничтожить. И жители города услышали его предостережение и перестали грешить, оделись в рубище. В общем, Нинвы был спасен. Значит, это первое, то, что я хотел вам сказать, что с каждым из нас Бог разговаривает через случаи, через события, которые с нами происходят. И сказал нам царь Соломон, мудрейший из людей, «Беколь драхеха де эгу» «На всех своих путях познавай его». Вы у Яшер Архатеха и Бог Он выпрямит твои дорожки. То есть, раз царь Соломон нам сказал «На всех своих путях познавай его», познавай, что Бог тебе хочет сказать. Значит, он это имел тоже в виду. Чему нас обучает Пертьевод? Пертьевод нам говорит, сказал нам Бензума, «Михахам» кто мудрец? Тот, кто учится у каждого человека. Шинеймар, как говорил царь Давид, «Миколь миламда и скальки» «От каждого, кто поучал меня, я умудрился». Ти, потому что Эдотеха, твое свидетельство, говорила со мной. Понятное дело, что через человека с вами разговаривает Бог, через события разговаривает Бог, через все, что происходит, Бог разговаривает, поэтому начинается с маленькой Алиф, так объяснял Раби Нахман, почему маленький Алиф в слове «Во и крае» «Возвал». Значит, что еще интересно, начинается глава, начинается книга «Во и крае возвал», значит, она полностью, эта книга обращается к священникам, к левитам, о том, как должны проходить жертвоприношения. Жертвоприношения, вся эта глава о жертвоприношениях, но мы же с вами не священники, мы не левиты, и уже храма нет, и жертвы не приносятся, поэтому мы будем стараться из этой главы тоже выучить что-то, что для нас будет вот именно в этом, в жизни очень сильно полезно. Я вчера читал в комментарии на эту главу Рав Джонатан Сакс, его звали, он был лорд, пер, он был главный раввин Англии, и очень был там, его очень уважала, любила английская королева покойная, вот предыдущая, и вот который сейчас король Англии очень был его большим почитателем, он профессор в философии и так далее, то есть он помимо того, что был величайший, невероятнейший мудрец-сторый, главный раввин Англии, он был при этом еще и очень известным философом, ученым, мыслителем. И вот он про недельную главу Ваикра такой вот отметил в ней такую мысль интересную. Она говорит о жертвоприношениях, и там есть о жертвоприношениях, когда написано, например, когда написано, если согрешит первосвященник, он совершит неумышленный грех, он не хотел согрешить, но он совершит неумышленный грех, то что? Он принесет такую-то жертву. Если согрешит санедрин, ошибется суд, суд тоже бывает ошибается, значит, они совершат вот такую-то жертву. Если согрешит обычный человек, неумышленно, он совершит такую-то жертву. И дальше он отмечает такую вещь. Одна буква разница. Он говорит, дальше написано, когда согрешит Наси. Когда согрешит Наси. Наси это князь, правитель, который обладал исполнительной властью. Царь, князь, который занимался именно политическим управлением. Про него не написано, если согрешит. Про него написано, когда согрешит. И он на это обратил внимание. Представляете, какой вообще гениальный ум. Он говорит, почему написано, священник, если согрешит. Суд, если согрешит. Значит, человек, если согрешит. А про царя написано, когда согрешит. Он говорит, быть лидером, это самое сложное дело, которое только есть. Особенно в политике. В политике борьба за власть. Ты не можешь не согрешить. В политике, когда ты борешься за власть с другими людьми. Когда ты должен эту власть защищать. Когда у тебя нет суд, это они действуют по законам. Значит, первосвященник и священники действуют по законам. Обычный человек действует по законам. А царь, он законы эти устанавливает. У царя есть право менять законы. Он все время в борьбе. Он воюет. То есть там цари всегда воевали. Мы это видим по Шлома Меллаху, по царю Соломону. Когда царь Соломон, он... Царь Соломон был мудрейший из людей. Поэтому он, чтобы не воевать, он со всеми делал мир. Но даже когда он со всеми делал мир, ему пришлось до этого убить несколько человек, которые восставали против его власти. Потому что за власть люди готовы убивать. Ну, то есть это самая страшная вещь, которая только есть власти. Теперь Шлома Меллаху, он был мудрейший из людей. Он женился на 700 жён. У него было и 300 наложниц. Это показывает, насколько он умел делать мир. Потому что это невероятное количество. И он после этого умер. И стал царем его сын. Его сыном стал... Рехавам его звали. И вот пришли к Рехаваму 10 колен. Под предводительством Яровама. Они назначили над собой главным. И говорят Рехаваму, смотри, твой папа строил храм. Твой папа был самый великий царь в мире, Шлома Меллах. Он на нас наложил большие налоги и большое давление. Мы согласны. Но сейчас он уже умер. Давай снись, пожалуйста, нам налоги и сними давление. Что делает царь в такой ситуации, Рехавам? Он обращается к советникам своего отца. К старым мудрым советникам. И они ему говорят... Правильно они говорят 10 колен. Снись налоги. То есть, ну, действительно, очень-очень резонно. Он обращается к молодым своим друзьям. Друзья его говорят... Так, а ну покажи, что ты круче, чем свой папа. Давай, покажи, что ты круче, чем папа. Еще прям... Он выходит и говорит им... Ну что, я, говорит, круче, чем мой папа. Я вам сейчас покажу, что такое царь. Они говорят, давай, мы готовы. И война так война. Гражданская война. Он тогда... И вот тут у него наступил, опять же, царь. Он принимает решение. Нельзя скинуть с себя ответственность, если ты лидер. Лидер это тот, кто взял на себя ответственность решать. То есть, он лидер. И, значит, Триховам тогда сказал, ладно, войны не будет, но 10 колен отделилось. Поставили над собой царем Яровама. Яровам принял очень много неправильных решений, которые он поставил идолов и запретил народу ходить в храм. Назначил своих священников. И в итоге царство 10 колен было захвачено, разрушено. И потом был храм тоже разрушен. В общем, все это привело к расколу и плохим последствиям. Вот это урок, который всех нас касается. Если ты лидер, то ты заходишь в минное поле. И здесь нет, если ты согрешишь. Когда согрешишь? То есть, потому что власть, слава, деньги, они сносят голову. Сносят голову, поэтому лидерам быть сложно, опасно. И, представляете, даже сейчас Трамп, Дональд Трамп, вот на это, я не знаю, он всем писал, что меня посадят, выходите на протесты. Можете себе представить, человек, который был президентом США, сейчас боится, что его посадят. Другого президента судят. Третьего президента и так далее. То есть, быть лидером – это самая опасная, сложная работа, которая только существует. Вот, поэтому, значит, вот этот урок мы сегодня выучили из главы. Все, на этом мы сегодня тогда останавливаемся. Мы стартанули уже в роте, слава Богу. С Божьей помощью в 10.00, в воскресенье, встречаемся. И уже постараюсь больше в ближайшее время никуда не уезжать. Если уезжать, то максимум на один день. И буду стараться быть в часовом поиске, где я смогу проводить уроки. Вот, всем шаббат шалом. Шаббат шалом, дорогие друзья. Чтобы был хороший шаббат, хорошая была, чтобы у всех завершение недели. Чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И чтобы мы, если даже согрешим ненамеренно, чтобы это было действительно ненамеренно, чтобы мы могли сделать раскаяться. И Всевышний нас простит, если мы искренне раскаемся. И, значит, как сказал нам царь Давид, Сур, мира, отодвинься от зла и делай добро. И это нужно делать, прежде всего, в себе, внутри себя. Как раз вчера был день рождения Рабина Ахмана. И он говорил, что прямо ты должен стараться быть веселым всегда. Да, уныние страшный грех. И нельзя впадать в уныние, нельзя впадать в июж. Июж это такое безнадега. То есть, всегда ты должен надеяться на благосостояние Всевышнего. Мне очень понравилось, я про него читал одну такую фразу. Значит, его дедушка был одним из ближайших учеников. Вообще, он сам был внуком Бальшимтова. Но еще другой его дедушка, он был учеником тоже Бальшимтова. Раби Нахман, его звали из Городенки, город Городенка. И этот Раби Нахман, в честь которого назвали Раби Нахмана из Бреслова, он был самый позитивный человек, который только возможен. Он все время говорил, все к добру, все к добру, все к добру. И, значит, Бальшимтов про него говорил такую шутку. Он как-то ученикам говорит. Вот вы знаете, вот этот вот Нахман из Городенки, он такой позитивный, что даже если бы он жил во время Амана, когда Аман вынес вот это решение с Ахашвирошем на Пурим, что всех евреев надо уничтожить, так он бы и тогда бы сказал, что все к добру. Когда вот это решение вынесли и все рыдали. Он такой позитивный, что он даже в такой ситуации сказал бы все к добру. Все такие, да... И тут Бальшимтов подождал чуть-чуть и говорит, ты был бы прав, потому что действительно через год все перевернулось к добру, никого не убили, все было хорошо. Поэтому быть позитивным, это выгодно, правильно, хорошо. И это служение Всевышнему. Все, будем стараться. Шаббат, шалом, до воскресенья. Всем пока.